Европейские выборы дали чёткие результаты. Подавляющее большинство граждан поддерживают партии, которые также согласны с тем, что Украину необходимо поддерживать. Это применимо к Германии, но это также верно по отношению к Европейскому парламенту в целом. Есть много причин, по которым я беспокоен ростом правых популистских и крайне правых партий во многих европейских странах и в Германии. И именно поэтому наша задача состоит в том, чтобы никогда не мириться с этим. Для нас разумно уже сейчас начать думать о решающих вехах и важнейших предпосылках успешного восстановления. Именно поэтому мы хотим расширить наши экономические связи и привлечь к участию все государственные и общественные силы в Украине. Реконструкция страны потребует огромных инвестиций. Это будет невозможно без частного капитала. Напоминаем, что мы говорим о реконструкции будущего государства члена Европейского Союза. Как вы знаете, мы решили делать то, что делаем в плане поддержки на нашей территории, когда дело доходит до обучения войск. И это решение не изменилось. Однако, пока Путин неустанно придерживается своих военных целей, наше послание будет таким. Мы не прекратим нашу поддержку Украины. Мы продолжим твердо стоять на стороне украинцев. Слава Украине! Слава Украине! Сегодня мы говорили о евроинтеграции Украины, о наших ожиданиях от июня этого года. Украина сделала все необходимое, чтобы реально начать переговоры о членстве в Европейском Союзе. Очень скоро, в июне, мы должны получить одобрение переговорной базы и фактически начать переговоры. Я благодарен Германии, лично вам, Олаф, за поддержку нашей страны, за победу нашего народа на этом пути в Европейский Союз. Это очень важно для нас. Важно, чтобы Европа выполнила свои обещания и чтобы вместе мы обеспечили глобальное лидерство Европы. Германия является лидером в оказании помощи Украине в защите ее неба системами Патриот. Сегодня появилось новое решение по поводу ПВО, которое включает не только поставки Патриот. Благодарю вас, господин Шольц, за то, что вы сказали на открытии конференции. Германия уже спасала тысячи и тысячи украинских жизней, спасла их от российского террора. Украина всегда будет благодарна за это. Это то, что действительно приближает конец этой войны. Поэтому люди больше не будут молча присоединяться к той или иной инициативе. Нам нужно найти комплексное решение, чтобы объединить много стран. Я думаю, что на первом мирном саммите будут представлены 100 стран с разных континентов. Второй момент заключается в том, чтобы не потерять инициативу. Третье. Не отдавать инициативу кому попало. Не отдавать инициативу России. Потому что российская инициатива относительно ее видения прекращения войны была продемонстрирована в день полномасштабного вторжения. Их видение – это оккупация нашей страны. Для Украины. Когда война идет не первый месяц. Избиратели в Европейском Союзе продемонстрировали явную поддержку партиям, которые поддерживают Украину на парламентских выборах в блоке, заявил 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц. Украина надеет и собрать помощь для защиты и восстановления разрушенных городов, а также продолжить усилия по членству в ЕС, пока война затягивается. Киев надеется, что конференция по восстановлению укрепит его репутацию будущего члена Европейского Союза, который достоин финансовых в Ливане в реконструкцию, даже несмотря на то, что российские войска продолжают медленно продвигаться на востоке Украины. Выступая вместе с Шольцем, Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила достаточно энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить электроэнергию Берлин и Мюнхен вместе взятые. Он надеется на выделение миллиардов евро на оборону и помощь в строительстве новой, более современной энергетической системы. Отвечая на вопрос, чего он ожидает от предстоящей конференции в Швейцарии, целью которой является заручиться поддержкой мирных предложений Киева, Зеленский ответил, что сам факт ее проведения стал результатом того, что становится все труднее удерживать страны в стороне, поскольку война затягивается. Зеленский также обратился к немецкому парламенту во время своего визита в ФРГ, где его речь бойкотировали две партии, в том числе крайне правая альтернатива для Германии, чья поддержка резко возросла на европейских выборах в минувшие выходные.